приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том какие деревья ни в коем случае нельзя сажать во дворе вашего дома или на даче дело в том что именно некоторые деревья они очень опасны для вас для вашего дома потому что они с помощью той энергетики которая они имеют сожалению они достаточно сильно влияют на вас на ваше благополучие на ваш достаток и даже на ваше здоровье давайте вместе с вами будем разбираться на какие деревья вам стоит обратить особое внимание друзья прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментарии напишите слово изобилия пусть вселенная это приумножит в вашей жизни знаете каждому из нас хочется чтобы наш дом был красивым чтобы вокруг было много зелени цветов деревьев кустов и что мы делаем и прикладываем для этого достаточно много усилий но к сожалению мы часто допускаем ошибку так как не все деревья можно сажать на участке многие из них притягивают негатив влияет на наше физическое состояние а также эмоциональное состояние и к сожалению имеют достаточно тяжелую энергетику поэтому возле одних деревьев вы возможно даже энергетически ощущали вам приятно и даже хочется находиться а вот возле других вам сразу хочется отойти в сторону и подальше но вы должны понимать это что наши предки знали что каждое дерево имеет свою энергетику и поэтому чтобы не навредить себе и и своей семье они тщательно выбирали что можно посадить возле дома и так от высадки каких деревьев вам лучше всего воздержаться на своем участке и друзья мы начнем с ели именно съели потому что ель если она растет у вас на участке она к сожалению будут забирать вашу положительную энергию и с отсутствием положительной энергии вы и ваша семья к сожалению будете подвержены сглазу и порчи к вам будут притягиваться и негативные энергии вас со временем начнет преследовать возможно чувство страха а вас и вашу семью начнут преследовать неудачи но больше всего ель будут вредить голове семейства отбирая эту энергетику с каждым днем все больше и больше хозяин семьи глава семейства будет плохо ему будут постоянно плохо он некомфортно будет себя чувствовать даже могут начаться проблемы со здоровьем также обращаем ваше внимание что это происходит не сразу не одномоментно но вы должны понимать это что всему приходит свое время если вы посадили например ели вы видите что у вас как никаких изменений произошло и многие думают а дай-ка я еще посажу и другое растение ну и что что все говорят что его нельзя а я вот попробую у меня все будет по-другому вы должны понимать это что знаете всегда накапливается определенная энергетика и со временем она достаточно сильно начинает влиять на вас влиять на вашу семью поэтому если вы услышите что наши предки говорили то-то или то-то не стоит делать не стоит высаживать или иные деревья вы должны понимать это что это все неспроста многие игнорируют это правило а потом не знает как им поступать в той или иной ситуации потому что вы должны понимать это что пока ель растет пока она укрепляется да вроде бы ничего не происходит ужасного и вы как чувствуете что вас все прекрасно но в какой-то один момент в вашей жизни могут начинать происходить не очень хорошие ситуации и со временем это может привозь приводить уже и к не очень хорошим последствиям поэтому обращайте пожалуйста внимание на этот момент не игнорируйте следующие друзья у нас сами растения на которые вам стоит обязательно обратить внимание и не стоит сажать не на своем приусадебном участке не во дворе это сосна почему именно сосна дело в том что сосна будет отбирать у хозяев дома спокойствие вы будете чувствовать постоянное какое-то беспокойство и не сможете принимать правильных решений дело в том что к сожалению сосна вырабатывает отрицательную энергетику и притягивает энергию безденежья и вы не сможете отложить даже маленькую сумму денег так как деньги все время будут уходить из вашего дома сосна будут привлекать проблемы со здоровьем в дом и по народным старинным поверьям считалось что это дерево также плохо влияет и на урожай многие сейчас скажут о том что ну что вы такое говорите я живу рядом с сосновым бором и у меня никаких проблем не не бывает вы живете рядом они на вашей территории смотрите как интересно получается когда вы покупаете квартиру дом приусадебный участок да у вас есть определенная территория вы на энергетически и физически знаете что вот за этим колышком это заканчивается ваша частная собственность и соответственно энергии очень четко работают вот именно в том направлении но когда вы сосну садите уже на своем участке за этим колышком то есть на своем участке то знаете рано или поздно начнут происходить или иные ситуации вы тоже должны понимать это что-то не происходит одномоментно вот в ту же секунду вы посадили дерево и вас начались какие-то проблемы нет проходит время может даже и 5-10 лет а потом оно как знаете как наваливается и происходят те или иные ситуации далее пихта обращаем ваше внимание что пихта формирует тяжелую энергетику вокруг себя и вы постоянно будете чувствовать усталость раздраженность головные боли поэтому пихте обращаем ваше внимание не место на вашем приусадебном участке далее туя знаете ту я возможно вы не знаете историю этого этого растения одну ту я считается деревом для жертвоприношения именно она будет постоянно окутывать ваш дом негативной энергетикой и отбивать потоки положительных энергий не давать им попасть в ваше жилье и вот такое соседство ни к чему хорошему вас точно не приведет далее верба запомните вербу также нельзя садить на участке это очень сильный энергетический вампир она будет притягивать к вашей семье разного рода негативной энергии неудачи вашу семью у вас будет постоянно депрессия перемены настроения будет появляться желание не приходить домой ведь за пределами вашего дома у вас все прекрасно у вас все хорошо а попав к себе в дом вы будете ощущать постоянные какие-то негативные эмоции а вот человек который ее посадит и вовсе лишится спокойствия его будут преследовать кошмары и разного рода плохие мысли еще хочется вернуться кто и вы должны понимать это что ту я может привлечь к вам печаль разочарование если в доме есть молодой парень или девушка это не позволит найти пару так как она именно ту я вырабатывают негативную энергию одиночества тоска будет преследовать и молодых людей в семьях где возле дома растет ту я будут постоянные конфликты и ссоры это может даже привести пару к разводу люди где во дворе растет ту я со временем начинают замыкаться в себе и ограждаться от разного рода общения этим самым окружая себя сплошным негативом далее орех вы будете удивлены да но у нас с вами орех растет почти у каждого на участке и многие к счастью не догадываются какой вред приносит именно орех хозяину дома у человека могут начинаться неудачи на работе в жизни возникают конфликты в семье с друзьями на работе со временем он появляться проблемы с суставами начинают болеть ноги дело в почему так происходит вы зададитесь вопросом а дело в том что орех энергетически силен это также дерево которое должно подпитываться энергетикой и она выбирает энергетику хозяина дома чем больше и пышнее будет расти это дерево тем хуже дела будут обстоять у хозяина дома она также притянет дом скандалы между всеми членами семьи которые с каждым годом будут усиливаться и как правило скандалы возникают на почве денег и имущества стоит ли вам такое иметь соседство точно нет поэтому орех лучше высаживать за пределами вашего участка за пределами там где вы проживаете обратите внимание неспроста орех как правило выращивают у дороги до влезать это в посадках многие скажут но это для того чтобы ветра не мешало дороге и так далее но те кто когда-то разбирался в энергетике деревьев неспроста придумали чтобы именно орехи росли вдоль трассы вдоль дорог то есть они таким образом энергетически подпитывают и помогают вот казалось бы вот как когда-то хотя в советское время наверное многие не знали об этом но все равно неспроста было именно разработаны и установлено что именно такие деревья должны быть высажены вдоль дорог далее лимон вы знаете лимон принесет ваша жизнь моменты разочарования у вас не получится добиться задуманного кстати вы можете даже вот много работать долго идти к своим целям и вам будет казаться ну вот вот и вы достигнете но ничего в результате у вас не будет получаться мы никогда не получите повышение по работе или признание имея именно это дерево на участке еще одно дерево которое ни в коем случае нельзя сажать на своем участке от слова совсем это береза да очень красивое дерево многие очень любят березу березовая роща это что-то невероятное но вы должны понимать если вы садите березу у себя на дачу на приусадебном участке это принесет проблемы именно женщинам которые живут в этом доме как это будет происходить что как будет березовлять она постоянно будет участвовать в сплетни и женщина таким образом будет притягивать свою жизнь негатив а с ним жизненные неудачи и отсутствие счастья семья где во дворе растет это дерево как правило семьи не крепкие и часто у мужчин могут появляться какие-то и пагубные привычки постоянно будут появляться негативные события то большого то меньшего размера поэтому если вы очень любите березу то лучше падите березовые рощи возможно в вашем регионе есть парке где есть несколько берез наоборот подойдите с ней пообщайтесь попросите энергетики энергии вот этой мощной она вам это все даст но не старайтесь посадить на своем приусадебном участке березу да если нинк красиво свои стихи посвящала белой березе но все-таки вам нужно быть аккуратными и осторожными помните о том что не стоит сажать возле дома деревья которые будут притягивать к вашему дому разного вида негативной энергии разного вида бед неудач потерю денег и даже всевозможные неприятности еще одним деревом которым мы не рекомендуем вам высаживать на вашем приусадебном участке это осина дело в том что осина это проклятое дерево и это дерево является энергетическим вампиром дерево отнимает энергию человека и многие рядом с ним могут ищить апатию головные боли раздраженность и кстати осина на участке может накликать проблемы и болезни болезни еще одним нежелательным деревом на вашем приусадебном участке во дворе является дуб хотя это и символ мудрости но к сожалению у тех людей кого он растет во дворе им растет на приусадебном участке отнимает разум и если вы будете жить рядом с дубом то вы будете терять энергию и возникнут у вас непредвиденные обстоятельства в жизни поэтому если вы очень любите дуба есть люди которые вот любят и березу любят любят дуб да то есть в парке есть да вы можете пойти пообщаться энергетически подпитаться если вам вот именно вы интуитивно чувствуете что именно это дерево ваше но именно садить ни в коем случае не стоит потому что вы должны поймать это что вот когда возникает начнут какие-то проблемы какие-то ситуации многие люди даже не думают о том что именно причиной было изначально вот дерево которое вы посадили если вам вдруг подарили к дерево маленькая да то в таком случае возьмите лучше в парке посадите или в том на том месте где это будет для людей но не именно для вас это очень важно кроме того очень важно что вы изучали детально вопрос какие деревья можно садить возле дома для того чтобы они притягивали к вам действительно положительной энергии помогали укрепить вашу семью приносили счастье финансовую стабильность полон положительные эмоции и вам и членам вашей семьи поэтому пожалуйста вот сейчас очень много различных продаются деревья в горшках которые можно пересаживать и они становятся деревьями и они очень красивые но вы должны понимать что перед тем как купить вот такое вот растение разберитесь узнайте максимально какая у него энергетика положительная отрицательная может возможно это дерево вампир в дальнейшем и так далее и так далее потому что знаете вот эта красота она обманчива у многих деревьев и люди начинают ассоциировать себя с этим с деревом или например покупают деревья высаживают на какие-то важные даты своей семьи и так далее и потом возникает начинаются проблемы это вам точно не нужно поэтому пожалуйста разбирайтесь благо есть интернет есть энциклопедия есть книги есть сегодня люди специалисты которые в этом очень детально разбираются поэтому узнавайте только после этого принимайте решение потому что вы должны поймать это что все имеет в этом материальном мире энергию то что мы видим глазами это не значит что это так оно и есть потому что наши глаза могут нас обманывать виду того что мы не имеем тех знаний и мы все-таки не видим что происходит на уровне энергии и вибрации друзья вот такой вот важной цены информации мы хотели сегодня с вами поделиться пожалуйста изучайте узнавайте не ленитесь для того чтобы вашем доме было всегда изобилие достаток благополучия чтобы в вашем доме ста царила уют гармония и любовь прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео в комментарии напишите еще ваше мнение по этому поводу а возможно у вас уже были ситуации только вот сейчас прослужив это видео вы поняли какая ситуация у вас в доме или вашей жизни друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео